Иллюзия власти с Сергеем Судаковым Иллюзия власти с Сергеем Судаковым Это заковыристую отчасти Но, с другой стороны, из того, что я успел схватить в интернете Это то, что определяет поведение разумного субъекта в современных условиях Да, совершенно верно Мы с вами очень часто об этом и говорили Мы просто никогда, наверное, не называли вещи своими именами. В политике, в международных отношениях есть такое понятие, как стратегия непрямых действий. И когда мы с вами разбираем разные ситуации, которые в мире происходят с государственными переворотами, когда происходят с всевозможными военными казусами, во многом есть несколько путей решения данных конфликтов. С одной стороны, это так называемое лобовое, может быть, противостояние, может быть, некое силовое решение, а есть концепция непрямых действий. Вот во многом, если мы говорим о том, что мир политического, он чем-то похож на мир военного, то есть такие же военные действия происходят только в разных сферах, то мы говорим о том, что иногда вот эти косвенные вещи, которые создают некие определенные платформы, фундаменты, они более важны, и непрямые действия, которые являются неявными, они в том числе являются определяющими в современной политике. Именно поэтому я хотел сегодня, чтобы мы с вами подумали о неких простых вещах, может быть, не совсем простых. Мы коснулись Ближнего Востока, как эта ситуация напрямую влияет, в том числе, на нас, каким образом это влияет на Соединенные Штаты Америки, каким образом Соединенные Штаты Америки сейчас избежать тех проблем, которые связаны с Курском, это очень сложный вопрос, который задаются не только мы, это многие задаются международные коллеги, которые напрямую сейчас ставят вопрос о неких непрямых действиях в Соединенных Штатах Америки, которые являются следствием очень серьезных катастроф. Непрямые действия, ну, как пример, Соединенные Штаты Америки поставляют оружие, это оружие убивает люди, которые получают это оружие, они получают определенные планы, стратегии, и дальше, соответственно, они становятся носителями определенных идей, они реализуют их. И так происходило по всему миру. А почему поставка оружия в данном случае не прямое действие? Прямое действие – это то действие, когда ты даешь оружие, и ты же руководишь мероприятиями, как это оружие должно быть использовано. То есть прямое действие, когда ты понимаешь, как данное оружие будет использовано. Ты предполагаешь, как. Или даже определяешь четкие правила. Да, совершенно верно. Если ты человеку продал оружие, даже если это гражданское оружие, например, это охотничье ружье, ты же предполагаешь, что это оружие для того, чтобы человек мог пойти либо заготовить себе что-то пропитание на зиму, либо в каких-либо других целях. В любом случае оговорено. Только охота? Только на зверей? Совершенно верно. Только в определенные дни, часы разрешенные? Да, купи разрешение сначала, купи лицензию, и дальше уже можешь это оружие использовать. Но в какой-то момент этот человек, например, говорит, как часто мы слышим, вот я, например, сам слышал у обычных людей, я живу в такой глухомане, мне обязательно нужно ружье. Понятно, что человек якобы уже сразу программирует некие другие действия. Тебе правда это оружие нужно, чтобы защититься от диких зверей, которые к тебе приведут? Нет, конечно же. Он подразумевает, зачем он покупает это оружие. И такое есть повсеместно в Соединенных Штатах Америки, где абсолютно свободная продажа оружия. Ты иногда у людей в достойном возрасте спрашиваешь, вот вы в машине возите достаточно серьезное оружие, зачем вам это? Неужели вы полагаете, что на вашу старенькую машинку кто-то нападет? Мне так спокойней, и я точно знаю, что я могу дать отпор, потому что у меня это оружие есть. В случае, когда продается оружие, навсегда оговаривается, как оно будет использовано. То есть лимиты применения оружия, они всегда есть, безусловно. Ведь очень просто. Как сделать так, чтобы кто-то не был стороной конфликта? Вот страна, продающая оружие той стране, которая находится в состоянии войны или воюет, является ли страна, которая поддерживает ту или иную сторону, продавая оружие стороной конфликта или нет? Или это просто экономические связи, бизнес, ничего личного? Ред Баттлер. Ну, это зависит от оценивающего. Потому что, ну, условно, если я продаю оружие людям, которых я считаю борцами за независимость, например, в какой-нибудь африканской стране... А кто-то их считает террористами. Да. А противная страна, которую я считаю там узурпаторами, еще кем-то, считает их террористами. Соответственно, союзники этих узурпаторов, которые им поставляют оружие, будут считать меня, человеком, снабжающим оружием террористов. И значит, ну, все громые молнии, все кары небесные на меня должны обрушиться. А я равным образом считаю их поддерживающими неправедный режим, например. Значит, итог. Получается, очень важно то, как мы правильно можем упаковать изначально. Если у нас есть правильность созданная обертка этой конфеты, то по большому счету неважно, какая будет начинка этой конфеты при классной рекламе, при том, что будет создана теория желаний, когда люди захотят купить эту обертку, мало кто будет говорить о том, просто там сахар или не просто сахар. Очень важно подать, как это подается. Надо отдать должное. Тем же Соединенным Штатам Америки они научились продавать. Многие нематериальные товары. Помните, мы с вами говорили, что одно время самым продаваемым товаром была демократия. Она продавалась и очень хорошо. И даже в то время, когда на горе Рашмор в Дакоте появляются именно вот эти четыре фигуры высеченные, их же очень долго рубили, рубили десятилетия эти фигуры в этой горе, там очень интересная история с этой горой Рашмор. Это президенты Соединенных Штатов, если вдруг кто-нибудь не знает, извините. Там четыре президента вырублены. Они достаточно крупные, примерно по 20 метров лица президента Соединенных Штатов Америки. Там изображен первый, это основатель демократии, это, конечно, Вашингтон. Потом следующий за ним идет, это Томас Джефферсон, тот человек, который дал конституционные права и декларацию независимости полноценным американцам. Следующий идет Теодор Рузвельт, тот человек, который своим примером показал, что такое быть настоящим американцем. И четвертым президентом является Авраам Линкольн, который освободил Америку от рабства. Но логика была, на самом деле, очень сакральная. Я пытался изучить этот вопрос, мне было очень интересно. Оказывается, эта гора существовала там столетия и тысячелетия, насколько помнили себе история индейских племен. И ее всегда называли горой праотцов. И они молились и поклонялись, как шести праотцам, которые хранили души и оберегало огромное количество индейских племен, которые проживали там рядом. И поэтому многие сейчас говорят, что там не хватает еще двух отцов-основателей. Не хотелось бы, чтобы там появилось лицо, наверное, Байдена. Ну, может быть, это было бы... Это вам бы не хотелось, а Камали Харрис хочется как раз. А ему очень хочется, чтобы это появилось так. Но дело не в том, появятся они там или нет. Но дело в том, что есть определенные аспекты, которые в том числе являются непрямыми механизмами, влияющими на политический процесс. Вот мы с юмором относимся о том, что рано или поздно, например, на горе Рашмур может появиться лицо Байдена. Но вы даже не представляете, насколько данная тема, обсуждаемая в Соединенных Штатах Америки, и на какие уступки семья Байдена готова пойти ради этого. Она фактически готова отказаться от власти, только чтобы получить определенное увековечение. Дальше. Теория непрямых действий. Соединенные Штаты Америки прекрасно понимают, что две партии, две партийные системы, они всегда очень жестко контролировали Израиль. Как демократы, так и республиканцы. Всегда был ключевой вопрос, а кто ближе к Израилю по духу? Республиканцы или демократы? Конечно, республиканцы. Дело в том, что республиканцы изначально, когда еще только появилось государство Израиля, они говорили, что это появилось не государство Израиль, появилась еще одна возможность для создания библейского государства. Мы один библейский народ, мы должны поддерживать друг друга, и в любом случае на сегодняшний день механизмы защиты Израиля со стороны республиканской партии, они выше, чем те механизмы, имеющиеся у правящей партии демократов на сегодняшний день. Но вот проблема. Что сделать для сегодняшнего правительства Соединенных Штатов Америки, чтобы не разразилась глобальная катастрофа? Я напомню, ни Ирану, ни Саудовской Аравии, ни Объединенным Арабским Эмиратам, ни Катару, ни Турции никому не нужна сейчас война в регионе. Все прекрасно понимают, что без войны можно обойтись, и война не приведет к тому, что все нации станут богаче, кто будет участвовать в этой войне. Соединенные Штаты Америки все, что есть на плаву, отправляют в регион, чтобы продемонстрировать свою поддержку Израиля. Но вот только одна проблема. Готовы ли Соединенные Штаты Америки по-настоящему сейчас вступить в войну? Нет. Нужна ли эта война Ирану? Однозначно нет. Ведь ответ понятный. Мы с вами неоднократно говорили о том, что сначала, конечно же, надо проводить следственные действия, определять источник, дальше уже, соответственно, с точки зрения международного права можно разбираться. Но мы видим, что современный Израиль начал играть некую свою игру. Мы видим, что после смерти Хани появляется новый лидер, его избрали, провозгласили, и буквально ровно через час после того, как фактически произошла инаугурация нового лидера, мы слышим со стороны Израиля следующие слова. Он должен быть убит. Так зачем тогда вы лечили? Он же умирал фактически. Они его спасли от неминой смерти, когда его в тюрьму забрали. Израильские врачи взяли, починили чувака, а сейчас он жив и здоров. И вот у меня возникает тогда простой вопрос, по-моему, который у каждого. Если изначально Израиль вкладывался в этого человека, который фактически был идеологом данного движения, то на сегодняшний день, когда они произносят данные слова, то они их произносят прежде всего против демократического правительства, того, которому сейчас война крайне невыгодна. У меня почему-то сейчас складывается ощущение, что вот эта концепция непрямых действий, она связана с некими договоренностями, которые произошли вместе в то время, когда премьер-министр Израиля приехал в Америку, он встретился с Дональдом Трампом. Достаточно тепло разговаривали. Вот у меня ощущение, что во многом сейчас Израиль становится и конкретно правительством Израиля той страной, которая может повлиять на ход выборов Америки. Дело в том, что сейчас выборная ситуация внутри США настолько неочевидна. Если буквально еще месяц или полтора месяца назад многие говорили, что с огромным отрывом в случае реальных выборов одержит победу Трамп, то сейчас все те, кто говорили и ставили на Трампа, они уже не настолько явные. Они говорят, послушайте, предположим ситуацию, Трамп проиграл эти выборы, Камала Харрис пришла в Белый дом, а что произойдет в Америке? Произойдет, правда, гражданская война, все люди выйдут на улицу и будут сметать этот режим, который они будут считать незаконный или фальсифицированный, избранный. Я полагаю, что данная концепция, она не сработает в Соединенных Штатах Америки, потому как вот эти концепции непрямых действий, они начинают работать уже сейчас. Уже сейчас начинают проговаривать данную ситуацию и не зря, когда ведущий берет интервью у Байдена, он задает ему вопрос, все ли будет хорошо, если, например, Трамп победит. Да, будет хорошо, а если проиграет. Будет революция или не будет? Нет, не будет революции. И Трамп, и его штаб сейчас прекрасно понимают, что у него нет вот этого механизма, который называется революция и гражданская война. То есть пойти в переворот он не может. В 2020 году этого не получилось, этого не будет в 2024 году, никаких переворотов не будет. Спокойно пройдет инаугурация, спокойно пройдет передача власти, и мы будем понимать, что это будет четвертый срок Обамы, потому что весь коллектив и все сохранятся на своих местах. А в этом случае, что может сейчас остановить Камалу Харрис? А только некая неудача и большая война. И мы понимаем, что сейчас, если Израиль, например, повторит несколько провокаций подряд, если Израиль в одной стороне сейчас в одностороннем порядке опять ударит, условно говоря, по Тегерану, ударит по Бейруту, ударит по тем ключевым объектам или персонам, которые являются очень дорогими для Хазбалы, например, то это будет большая проблема, потому что в этой случае не ответить невозможно. А почему можно не ответить в ситуации, которая с безвременно ушедшим от Насхани? Потому что не было, не знаю, ракетного удара, не прилетел беспилотник, потому что какие-то люди выстрелили, условно, из гранатомета по дому, где он с семьей отдыхал после церемонии инаугурации президента Ирана. Мне кажется, что сейчас как раз идет речь о политике благоразумия. Дело в том, что с точки зрения эмоционального нагрузки, и это продается очень хорошо внутри Ирана, ответ по Израилю мощный, коллективный, вместе с поддержками других государств, он как бы лежит на поверхности. И все прекрасно понимают, что, возможно, это ни к чему не приведет. Это может быть примерно как апрельский ответ, когда все ракеты были перехвачены, была очень хорошая реклама, вроде бы все разменяли удары, все довольны. Но мы помним, в 2020 году ведь была такая же ситуация, когда ликвидировали Касима, когда спросили Трампа, эти товарищи ударили по нашим американским позициям, мы должны их наказать. Помните, как Трамп ответил тогда, ни один американец не погиб, вопрос закрыт. То есть он не пошел на эту конфронтацию, хотя понятно, что обмены были достаточно серьезные. И многие вспоминают до сих пор 2020 год, а почему они не могут повторить сейчас те события 2020 года и 2024? Не могут. Потому как была российская сторона, которая чутко донесла свою переговорную позицию, что сейчас не время для большой войны. И Соединенные Штаты Америки, все-таки накопив достаточно большое количество военной мощи в регионе, они являются тем сдерживающим фактором. На него не обращать внимания невозможно. Вот правда невозможно. Многие говорят, что это полная ерунда. Ну, пришли туда авианосная группа. Ну, ерунда полная. Нет, ни ерунда. Ни разу не ерунда. Те поставки, которые сейчас продолжаются в Израиле, они достаточно серьезные. Те средства ПВО, которые Америка поставляет, их много. Но, конечно, это недостаточно, если это будет удар сразу нескольких стран. Не будет достаточно. Долетит, много долетит. Если эти удары будут не согласованы, все будет плохо. Но в условиях, когда фактически Америка выходит на уровень нового президентства, сейчас им это вообще не нужно. Им не нужны те потрясения, которые могут быть в мире. Тогда у меня возникает вопрос. А где вот тот туз, тот козырь, который могут достать сейчас республиканцы, чтобы можно было обыграть ту команду, которая находится у власти? Ведь очень тяжело обыгрывать тех, кто является действующей администрацией. У них колоссальный административный ресурс. Они могут очень многое на сегодняшний день. Значит, надо из рукава что-то такое достать, чтобы их могло срубить. И вот здесь возникает вопрос. Вот с точки зрения таких непрямых действий, какая политика является наиболее провальной для демократов и что может не позволить им консолидировать общество? Вот для меня это очень важный вопрос. Ключевой вопрос для внутренних американцев – это работа. Это, наверное, для большинства американцев, кроме цветных. Кроме цветных, я сразу оговорюсь, для них нет вот такого культа работы. Я очень много общался с белыми американцами, и для них катастрофа, когда у них заканчивается контракт. Когда они понимают, что у них нет вот этого видения горизонта планирования. Я видел глаза профессора, которому подписывали пожизненный контракт. Это человек был чуть за 60. Он просто светился. Я думал, что это вот самый лучший день в жизни человека, когда человек просто вот летит над землей, а многие его хвалят и прочее. Я сначала думал, что, наверное, ему Нобелевскую премию дали. Оказывается, нет, не Нобелевская премия. Это был пожизненный контракт, подписан с человеком. И вот эта вот надежда, что когда-нибудь ты своим мастерством, искусством заслужишь вот такой контракт, когда у тебя будет завтрашний день, это чудо. Но Америка в последнее время теряет рабочие места и очень сильно. Человек в какой-то момент становится очень сильно лишним во многих производствах. И искусственно создают рабочие места там, где они попросту не нужны. Ведь на сегодняшний день мы понимаем, что многие производства могут обходиться абсолютно без человека. Но тем не менее, есть другие сферы, где на сегодняшний день Соединенные Штаты Америки привлекают в том числе огромное количество рабочих мест со стороны. И прежде всего, это медицина, сиделки и те, кто могут присматривать действительно за пожилыми, и периодически больными. Номер один. Ну, это все работа для иммигрантов, скорее, чем для американцев. Совершенно верно. Сергей Судаков остается здесь, в этой студии. Не переключайтесь и пишите свои вопросы. Иллюзия власти. С Сергеем Судаковым. Используя метод стратегии непрямых действий, рассматривая под этим углом то, что сейчас происходит в мире, и то, что происходит в Соединенных Штатах Америки, ну и вот по этому поводу, собственно, отчасти, я думаю, и вопрос, который к нам пришел. Как звучит следующим образом? Как современная демократия может реагировать на выполнение кандидата в президенты его предвыборных обещаний? Ну или на невыполнение предвыборных обещаний? Этот фактор вообще существует? Вот я иду к власти, я обещаю. Вот никакой ответственности нет. Ведь мир правил создан для того, чтобы эти правила можно было менять. Вот на сегодняшний день, почему вот такая ситуация сложилась в Соединенных Штатах Америки, что два кандидата, которые сейчас идут, раньше это был Байден, теперь Камал Харрис и Трамп, а население не хочет ни одного из них. То есть они настолько кандидаты прошлого, что они, в принципе, ну не сосредоточены на выполнении своих обещаний. Это некая практика демагогов. Если вы хотите голосовать за демагогов, голосуйте. Очень четко ветераны ответили на тот посыл, который в свое время давал им Трамп. Трамп, когда пришел к власти, первое его обещание было поднять пенсии, льготы ветеранам, всех воин и так далее. Ничего не сделал. Обещал построить новые военные заводы. Ничего не сделал. Пообещал обновить во многом авиационный парк, летный парк, всей палубной авиации. Не обновил. Конечно, Трамп всегда ссылается, мне выкручивали руки, я занимался отбивкой от импичментов и так далее. Но избирателю ему абсолютно все равно, чем ты занимался. Ты пообещал, сделай. Так вот, к сожалению, когда мы говорим о том, что вот если раньше Америка кичилась тем, что она была неким образцом, на который нужно было смотреть и равняться, то в какой-то момент это началось, скорее всего, мне кажется, что вот этот надлом произошел прежде всего, наверное, со времен пришествия к власти Джорджа Буша-младшего. Когда пришло осознание того, что Америке для того, чтобы зарабатывать, не нужно быть образцом. Мне и так заплатят. Все и так знают, что я хороший. Знаете, это как вот люди, которые покупали определенную немецкую марку автомобилей и считали, что это пик вообще самого крутого автомобиля. Говорили, есть вот эта марка и все остальные. Но по прошествии времени эта марка начала собираться в Турции, начала собираться в других странах и настолько халтурно начала собираться, что многие, покупая за большие деньги машину этой немецкой марки, говорят, слушайте, она ломается, она сильно ломается, и она не похожа на ту машину, которая была в 80-х, 90-х. Но продолжают покупать. Вот это к чему я веду. Естественно, продукт. Потому что это святой принцип, ко всем областям жизни относятся. Сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. Совершенно верно. И вот эта вот зачетка, которая продолжает работать. Но очень важный момент, насколько долго эта зачетка будет работать. И если мы говорим о том, что это рано или поздно закончится, то, конечно, это закончится. Ведь в какой-то момент всегда найдется человек, который скажет, король голый, да, он голый, обоснуй, да, обоснуй. И вот если бы мы, например, сейчас говорили, например, за кого бы Америка проголосовала более качественно, кого бы они хотели видеть? Они хотят видеть кого-то молодого. Вот они считают, что, например, тот же, например, Вэнс, который стал вице-президентом при Трампе, молодой парень, морпех в прошлом. Ну, морпех условный. То есть он не боевик-убийца. Он все-таки такой был при морпехах, журналистом был. Он пишущий, хорошо пишущий. Но он хорошо говорит. Он привлекает сторонников. Он достаточно дерзкий. Он может говорить то, о чем другие молчат. И удивительная вещь, что на сегодняшний день провели просто эксперимент. Вы проголосовали бы за этого молодого человека, если бы не было Трампа? И проголосовали бы. То есть, по большому счету, удивительная вещь, что за него проголосовали бы как демократы, так и республиканцы. Потому что некое обновление многие хотят и ждут, и очень сильно. Потом. Ну, извините. Но в таком случае не хватило ума, скажем, ни демократам, ни американцам, когда у них была процедура этих самых праймерис, того же самого Иванса выставить, например, против Трампа, например. Да, нет. Хотя бы засветить этих людей. Как и у демократов не хватило ума тоже Харрис выставить. Во время праймерис тоже представить ее как возможного кандидата. Нет. Ну, они выставили Вивека Рамасвами. И просто это была определенная шутка, степка, как альтернативное мнение. Его слили очень успешно. Тоже технология. Вот мы когда говорим, ты работаешь на имидж, имидж работает на тебя. Но когда ты системно делаешь ошибки, когда понимают, что твоя модель не является самой лучшей и рабочей, от тебя же отказываются. Вот наш слушатель спрашивает, а вот эта ложь, которую постоянно мы слышим из уст практически всех политиков, американских в том числе, она им как-нибудь аукнется? Пример тому. Сенаторы, которые избираются по 15-20 раз, которые 30-40 лет находятся в Сенате. Когда вы открываете их послужной список, вы удивитесь. Практически каждый год они обещают одно и то же и никогда это не выполняют. Почему за них голосуют? Каждые два года выборы. Каждые два года он говорит, условно говоря, и вот на этом месте будет стоять град на холме, и у вас здесь будет новая школа, и будет разбит сад. Нет сада, нет школы. Но он работает в Комитете по международным делам, по обороне, и за него все равно голосуют. Проблема же какая? Я с многими американцами задавал вопрос. Ты работаешь в Комитете по международке, а ты не хочешь заниматься своим штатом. А в моем штате что? Ты не живешь проблемами штата. Мне что от тебя, как от простого избирателя, что ты занимаешься международкой? У меня появилось новое насаждение, у меня стали лучшие дороги. На что ты повлиял? Конечно, он скажет, что это не мой профиль, но рядовому американцу ты это не донесешь никогда. Да почему ты только американцам? Никому не донесешь. Никому? Любая выборная демократия, она точно такая же. Приходит человек, который избирается в парламент национальный, он рассказывает, что теперь в вашем микрорайоне будут качели. Ну, условно. Дельфинариум. Ну, все, что хочешь. А дальше либо местная исполнительная власть это делает, либо не делает. Он к этому не имеет ни ровным счетом, никакого отношения. Но, тем не менее, вот уже каждый год и избирают, и избирают, и избирают, и избирают. Мне кажется, что мы все-таки к 24-му году впервые подошли к тому, когда очень сильная усталость от многих политиков старого типа, в том числе Америка, она выступает неким лакмусовым тестом. Я еще раз напомню, что очень долгие годы Америка была образцом для многих. Многие, когда писали работы, защищали диссертации, писали книги, они всегда, все 90-е, начало 2000-х годов, тысячи диссертаций было написано про Америку. Я это на своем опыте знаю, я вижу, про что писали. Все писали вот Америка как образец демократии, Америка как образец либерализма. И практически все это обосновывали. И при этом, например, кто-то занимался еще какой-то стороной, сравнивали. А как, например, соотносится Монголия и Америка? Как соотносится, например, Россия и российская модель демократии, американская? Находили общие черты, еще что-то. Но сейчас возникает другой вопрос. А есть ли вот такая вот идеальная некая модель? И осталась ли она? И можно ли, и нужна ли она вообще, эта идеальная модель? Или это еще то, что сейчас в ней продается? Ведь идеальная модель, это как в хорошей машине. Это не только название того бренда, который ключ, который ты кладешь на стол. А это некий-некий набор других качеств. Ведь те американцы, например, просто как примеры, которые длительное время из поколения в поколение выбирали вот эту именитую немецкую марку, во многом сейчас перешли на другую марку, которую торгует Elon Musk. И удивительная вещь. Именно те американцы, я вот сейчас читал статистику, я был удивлен. Те, которые из-за года в год пересаживались на одну и ту же немецкую марку, сейчас выбрали электрички, которым предлагают американцы. Потому что они говорят, что мне это выгоднее. И им спрашивают, вы потеряли престиж? Они говорят, нет, это они потеряли престиж скорее, потому что я от них отказался. И это та марка, которая была всегда маркой юристов, маркой хороших дантистов и так далее. Но сейчас все изменилось. У меня ощущение, что сейчас идет повсеместный вот этот вот откат от неких демократических ценностей, но не от ценностей как таковых. Ценности уничтожить невозможно, они находятся глубоко внутри. А проблема в том, что это то, что находится на поверхности, именно под брендом американских ценностей. Вот это совершенно другая история. И вот этот отказ от некого американского видения мира, он сейчас становится, наверное, достаточно актуальными историями. От ценностей или от процедур? Потому что, ну, такая же вот, если исходить из того, что какое-то время Америка воспринималась как образец демократии. Почему? Потому что вот были заявленные ценности, и вот совершенно понятный и четкий алгоритм, как реализуется это все. И тогда вот все, что касается определенного количества и качества ритуалов, скажем так, которые применяются для решения тех или иных вопросов. Теперь увидели, что это в подавляющем большинстве стран, включая, к сожалению, к Великому и сами Соединенные Штаты, эти алгоритмы неэффективны. Ценности-то, может быть, и замечательные. Только алгоритм, который предлагается, ни на йоту никого к этим ценностям не приблизил. И вот здесь вот разочарование. Совершенно верно. Это то разочарование, которое является поколенческим. И это проблема. У нас 6 секунд тишины, и потом продолжим. Продолжаем. Сергей Судаков, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат политических наук, автор телеграм-канала Судаков. Здесь в студии. А теперь вот, если мы вернемся к заявленной теме, к этой самой теории непрямых действий. До сих пор мы будем считать так в этой модели рассуждений. Видим, как Соединенные Штаты, в общем, довольно прямолинейно эту самую свою систему, идеальную, демократическую, с набором как раз ритуалов и алгоритмов, навязывали. Продавали. 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 Вот, что называется, в лоб. Ее брали. Ее брали. Вот не берут. Есть шанс найти возможность иными обходными путями продолжить все то же самое при наличии как бы ума и таланта, что называется. Я считаю, что да. Давайте просто из Америки перенесемся в Европейский Союз и посмотрим, какие метаморфозы Европейский Союз претерпел за 20-е, с 20-го по 24-й год. Условное время правления вот нынешней администрации. Мы видим, что при правлении Байдена произошла очень важная метаморфоза. Европейский Союз, он перестал быть союзом суверенных государств. По одной простой причине, что за последние два года настолько интенсивно проводилась работа, что Брюссель стал неким центром принятия решений, но не центром выработки взаимовыгодных решений, а принципом мы выработали решения в Брюсселе. Кто против? Знаете, когда вот я помню, когда один из таких вот руководителей, когда я был абсолютно зеленым еще аспирантом, мне понравилось, как принимаются вот решения. Обычно классические кто за, кто против, кто воздержался. И мне было всегда интересно, а тот руководитель, он принимал решения по-другому. Сидел в достаточно большой зал, он смотрел в зал очень строго и говорит, кто против? И была пауза. Ну, единогласно. Да, единогласно. Ведь это же тоже демократия. Ведь тот руководитель... Вариант предложен. Он же предложил, кто против. Но почему-то все побоялись поднять руку и сказать, я против. Но в какой-то момент мы видим, что появляются, в том числе в Европейском Союзе, те, кто говорит, я против. Ну, условно говоря, мы назовем этого коллективным Орбаном. Ему щелкнут бонусы очень быстро и объясняют, что не-не-не. Мы должны четко понимать, что Орбан, он никогда не был пророссийским, еще раз. Он всегда про свой. Он играет за свои собственные интересы. Он понимает, что для него очень выгоден вопрос не коллективного Брюсселя, который на сегодняшний день работает по принципу «кто против?», а ему очень важно сейчас и на сегодняшний день получить хотя бы немножко так называемой суверенности, которая позволила бы ему выторговывать больше для своей страны, именно выторговывать. Та демократия, которая очень активно продавалась Европейскому Союзу, та валюта, которая действует в Европейском Союзе евро, его же прообразом не только поступила некая немецкая марка. Конечно же, изначально, в том числе, как обеспечивающим фактором и первым, через какую валюту происходил обмен евро, в самом начале, когда он появился, был доллар США. И мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день вот эта европейская семья, она перестала быть суверенной семьей, когда разные члены семьи могут говорить о своих разных желаниях и хотелках. Ведь нет возможности на сегодняшний день говорить, я не согласен с Брюсселем, я хочу идти своим собственным путем. Можно ли это производить? Или нужно от этого покинуть семью и отделиться? Британия показала, что можно жить иначе, без Европы. И жить по своим собственным правилам. В Британии своих проблем хватает на сегодняшний день, правда же. Но вот эта вот концепция непрямых действий, прямое действие – это выход. А вот те действия, которые происходят сейчас, например, с Венгрией, является ли это концепцией прямых или непрямых действий. Конечно, когда он заявляет против чего-то, это концепция прямых действий. А есть другая концепция непрямых действий. Когда в Европейском парламенте такие люди, которые представляют на сегодняшний день Венгрию, они начинают создавать мини-фракции. Они начинают договариваться. Они начинают сторонников из разных государств привлекать на свою сторону. Говорят, слушайте, мы маленькая страна, но у нас есть общие идеалы. Мы за суверенный союз. И они все напоминают. Вспомните, с чего начиналась европейская семья. Суверенные страны. А получается так, что на сегодняшний день все эти суверенные страны, они управляются не избранными никем органами власти. Ведь все населения Европейского союза, при всем уважении к Урсуле, за нее они голосовали. Она назначена чиновникам. Но она назначена теми, за кого голосовали. Вот тут много вопросов. Это же тоже так называемая представительная-представительная демократия. А вот представительная демократия, она подразумевает еще процедуру отзыва, например. Процедуру, когда можно отозвать свой голос и сказать, что я не готов за тебя голосовать, ты меня обманул. Я помню... Это где? Американская модель демократии. Я помню, как тот же Йозеф Шумпетер об этом прописывал очень четко, что отзыв своего голоса является неотъемлемой частью демократии. Что вот ты проголосовал за политика, а он вообще взял негодяя и врет тебе постоянно. Лукавит, на работу не ходит и обманывает тебя. А ты говоришь, а я вот хочу отозвать свой голос. Ну, может быть, это и прописано, но я спрашиваю, где это применяется. Нигде. А вот по мне, если бы это применялось, это бы, наверное, могло бы взбодрить ту демократию, которая умерла фактически. Ведь очень много можно говорить, что Америка является градом неким. Можно говорить, что она сияет. И американская исключительность прежде всего. Но ведь практически все американские исследователи говорят, что неважно, при каком состоянии сейчас находится Байден, но он является последним руководителем страны, который пришел именно под лозунгом абсолютно американской исключительности. И начиная с его момента, когда он пришел в Сенат, до того момента, как он стал вице-президентом, он ни разу не отказался от этой концепции. Он говорил, Америка прежде всего. Америка абсолютно лидер всего мира. И неважно, сколько нам стоит сохранять это лидерство. Мы должны быть градом на холме. Другие политики, которые его сменят, безусловно, сменят, они не верят в эту концепцию. Они не живут этим. Они прекрасно понимают, что Америка не град на холме. Америка не может руководить всем миром. В какой-то момент вот эта вот концепция локализации Америки, это тот запрос, который отправляют избиратели. Простые американцы. Недавно я смотрел разные опросы, опять же, связанные с выборами. И многие американцы, они говорят, вам вообще есть разница, как мы проводим внешнюю политику. Да нет, конечно. Но есть и те, кому есть разница, как проходит эта внешняя политика. И практически больше 50%, там 53 или 54%, они говорят о том, что мы бы очень хотели, первое, чтобы Америка меньше вмешивалась в конфликты по всему миру. Это прежде всего было. Их стало чуть больше, чем 50%. И, конечно же, они не хотели бы, чтобы Америка живьем вовлекала свою живую силу в любые войны, кого бы она не защищала. Даже из самых близких. И еще одно. Очень многие считают, что сама концепция НАТО, которая содержится в Соединенных Штатах Америки, она крайне несправедлива. Когда Америка по триллион вкладывает в НАТО и фактически не получает ничего от этого, кроме как деньги зарабатывают разные корпорации, граждане задаются вопросом, где я? Где мой шкурный интерес? Ведь на сегодняшний день мы как раз, когда говорим о политике непрямых действий, вот непрямые действия это как раз появление некой новой разумности в Соединенных Штатах Америки. Другой стороны, и НАТО, вот это как раз пример непрямых действий. Вроде как бы, ну, вкладываются деньги, но чужими руками или там тоже путем политического и репутационного давления многие вопросы решаются сами, когда прямые действия не нужны. Потому что просто вот так, так удачно есть вот такая система, которая поддерживается нами. Значит, хорошо, не там, не 3% от ВВП, но политические решения, лояльность, там, не знаю, рынки в том числе. Ну, хорошо. Представим, что есть разные клубные сообщества. И это клубное сообщество кормит. Вы знаете, вот есть особенность, ну, наверное, и в России это есть, и по всему миру абсолютно дорогие клубы, даже спортивные дорогие клубы, и разные по уровню. Есть такая каста людей, которые не тянут физически этот клуб, но они готовы не доедать, они готовы пойти в этот клуб только ради тех знакомств, которые они приобретут в этом клубе. И они честно говорят, да, там крутые ребята находятся, и я хочу быть в их обществе, потому что я хочу их потреблять. Вот сейчас, мне кажется, есть те страны, пусть это будут прибалтийские страны, небольшие страны, да, они вступили в эти клубы, но вот у меня возникает вопрос, а нет ли ощущения, что они платят ежегодные взносы, они покупают это членство в этом клубе, они покупают эти знакомства, но это им ничего не даёт. Клуб уже постарел, он ушёл от пика. А может быть, да, если ты был на пике формы, это был один вариант. А вот у меня возникает вопрос, а в какой клуб им вступить, тем людям, посоветуйте, чтобы можно было найти такие знакомства, которые бы им создали некую новую модель. И вот здесь мы как раз с вами говорим о том, мы выходим на тему, может, в будущем по этому поговорим и просто подумаем, а следующий этап какой, если демократия перестала продаваться, какой товар будет наиболее продаваемый, в том числе идеологический товар. Если нет легальных влиятельных клубов, значит, обязательно есть влиятельные банды, мне кажется. Ну, значит, надо идти в банду. Это логично. С этим вопросом давайте мы нашу аудиторию оставим. Надо ли идти обязательно в банду, если нет легального клуба. Сергей Судаков вернётся к нам в понедельник. Спасибо. До встречи.